здравствуйте в эфире 153 выпуск аудио дайджеста старт шейр меня зовут феникс бекей и сегодня наши виртуальные студии растянув 7000 километров собрались два игрока редакции стратега димаша зойтберг привет привет это я егор феникс бекей с другой стороны другой стороны хорошо звучит это как будто бы там я не знаю очень странных делах с другой стороны все законно все законно до сериале какого криминала сериальчик кстати не снимают часто знаешь что у сценаристов забастовка все да некоторым пофиг некоторым нет но все приостановилось до до ластофазы всякие приостановились вот это все знаешь больше третьих серий нам не надо не надо согласен но там будет еще два сезона третьих серий топ сомневался ну что чем-то занимался на этой неделе я играл в игры но мало или много не знаю даже как сказать много ханкеки было ну очевидно да ханкеки да это поезд который ханкаевский я тоже было бы ханкеки но с играми никак не связано приходилось ходить на работу ремонтировать ханкеки и шо ты там на голубава шо да да я формлю просто чё я жду баннеры мне сейчас текущие баннеры не особо интересно я собираю камешки прокачиваю персонажей и все такое то есть а ну может быть я когда-нибудь да пройду сюжет просто обычно под вечером неужели не это может быть одну прохожу миссию типа сюжет опять читать просто типа в этом на китайском этом как его корабле задание в отличие от этого ты ерила не знаешь таким там много тебе инфы короче втирают но все-таки наш такое более цивилизованное общество там больше бюрократии больше такого то есть больше приходится читать не типа оно интересное нормально все как бы к делу по большей части но ты такой под вечер уже так душите дать я кого-нибудь побью и пойду спать в общем как у меня с геншином мне ну благо здесь поинтереснее все таки геншине я закрыл успел этот ивент на последних минутах то надо кстати еще этот не забыть закрыть блин с этой птичкой и там я вообще забил я просто я все хочу зайти задание по проходить типа сюжетные данное так на поезде покатаясь там типа веселее да это жду к заберу платье на буду кататься только на поиске нужно отдыхать после 300 плюс часов поэтому ну блин поезд пока просто но очевидно по фактам как это да лучше геншина ну да согласен поэтому все кто хейтил геншин есть повод подумать много чё еще я поиграл немножко в криптов некро дэнсер ну там типа убер я сначала наш такой играю типа ну вроде все просто типа чё там народ чё чё они пишут 10 из 10 сложность вроде ничего сложного ну скажешь в ритм там ну запомнить как этих всяких мобиков разных убивать да и ладно типа чё такого дальше с радомом как повезет и пойдешь ну да как бы отчасти все так но как я понял там для ачивки нужно открыть персонажа который там я так и не понял у него по моему из того что я видел у него два раза быстрее там идет вот это вот полоска темпа чтобы прыгать то есть он быстрее получается нужно будет прыгать потом им нельзя собирать голду и 3 я так и не понял то ли нельзя фокапить ну то есть постоянно нужно прыгать из ты за фокапе он сдох или шо ну я я так и не понял но по моему там что-то вот такое жопное и ну тут как бы до пройти как бы четыре мира нон-стопом вот с такими условиями это ну мягко говоря жестко а в целом я ну мне когда-то настя говорил типа он клёвая же игра типа чё то давай может купим там в стиме на консолях а такой да это она как-то странно выглядит стремная какой-то хрен тебя знает такой еще плашка типа жесткая ну и вот я короче решил поиграть такие оказывается игра прикольная там и музычка здоровская и вот эти прыгалки такие занятные интересные как рогалика на знаешь она чем-то напоминает тот же допустим это за ганджи ну только тут не стрелять а тут вот прыгать и резать скажем так но общая типа подача скажем так вот перекликается да ты заходишь каждый раз новый ран там рандом все дела но как-то здесь типа есть небольшие сюжетные вставочки побольше чем в enter the gungeon и чем мне нравится больше как-то знаешь здесь не знаю игра как мне показалось что на здесь не прям так жестко типа развлекая себя сам она типа немножко те как будто бы наверно за счет вставочек может то что и больше она как будто такая тебя развлекает тоже в ответ мне enter the gungeon чё не нравилось там enter the gungeon мало было прокачки здесь те хотя бы сразу типа вот у тебя изумрудики и ты можешь купить чтобы у тебя там выпадало больше шмоточек больше у тебя там сразу сердечек можно купить ну такой знаешь хотя бы минимальное что-то есть там вроде тоже в enter the gungeon можно также открыть и вроде там также находишь этих продавцов и прочее то есть вроде бы тоже самое но как-то мне понравилось больше ну как бы вкусовщина ясное дело интересно попробовать теперь вот это вот то что cadence of hyrule то есть что там за коллаб такой да зельдой там сильно проще вроде как но интересно как это выглядит как какая-то музыка то есть музычка оказалась прикольные такие короче прикольная музычка от которой ты скачешь забавно у нас обзорчик есть ты читал не знаю нет я настолько понимаешь типа за игнорю типа игра странная плашка сложная нет почитай это там славка писал там что-то по-моему даже оценка очень высокая там от восьмидесяти до девяносто я верю я попробую мне понравилось прям заинтриговал да нет тоже попробуй как-нибудь если есть будет возможность и все такое я посмотрел к тенцев хайрум нормально солидно да ну ты забыл знаешь что что на этой неделе фактически ну то есть после дайджеста были с тобой гусями это было дело хонкали прямо души невероятная конечно игра тайтл гуски это просто вообще я даже подумать не может настолько просто и весело в одного как я понимаю все таки поскучнее и посложнее то есть нужно больше выдумывать но вдвоем это прям лютый трешак это реально весело один там орёт гей-гей-гей другой ворует это было здорово ну то есть там прям кооператив кооператива вообще но полезный знаешь такой ускоряющий кстати получение платины но нужно шерплей пользу но либо друг под боком сидела вы поняли мало у кого такое есть когда живой друг человек прикинь до кооп да для кого сейчас придумал все эти коопные вещи у людей нет друзей вообще нет конечно все хиканы по домам сидят вот но я еще вот тут эту игру которую ты мне дал тоже успел пощупать пока эти ждал про не можно рассказывать и про демонским нет серфа ревер а про это блин ну конечно это как-то внезапно ты спросил сейчас я даже проверю не просто я типа ждал эту игру не было ждал терять да ну человек у нас куплено вторая третья часть во вторую поиграли плотно в третью мы таки решили типа сначала добьем платье ну а потом только пойдем в третью но как бы третья тоже часть куплена лежит готово 8 мая вышла то есть можно что-то рассказывать про куксер форевер да вроде там ранний доступ так что в принципе мне кажется там не может быть какого-то эмбарго что-то ранний доступ в стиме да боб странно ее даются ее дают купить уже их кто знает этих разработчиков ну согласен вдруг они вот короче она прям прям капитально отличается это новая часть они отошли от модели типа мы ну как не совсем отошли то есть мы все также готовим для людей типа как для людей еду но поешь все по-другому в предыдущих двух частях у нас будут наш такая потоковая готовка то есть чем быстрее тем лучше то есть такой прям на скорость жестко быстро прям жесткий фастфуд на реакцию на запоминание мы любим короче в чем разница в новые как раз таки вот куксер форево они решили сделать акцент на сюжете он прям вот новая часть она и начинается заставочки там типа у нас показывают великий шеф такое дама приходит типа вот мы такие начали атакой гордон рамзи местный и такая девчоночка смотрит телек и прям кайфует типа вот она звезда вот моя мечта там ее маманя зовет типа пошли готовить первое твое блюдо вот тебе дарю записную книжку записывай сюда все рецепты и вот короче вам нам будут показывать историю этой девочки она там вырастет там где будет time skip на 10 лет и вот как бы будут показывать нам стремление к ее мечте вот выступить на этом супер шоу там супер шефом стать вот такое знаешь нарисовано все так подается как бы в виде визуальной новеллы единственное чего вот сразу бросилось глаза как бы вроде как эти вставочки окошечки появляются но они не тормозятся они вот тупо нон-стопом тебе говорят нету там субтитры нельзя включить в катсценках то есть все на слух надо ловить ну ранний доступ пока индюшатные недоработки над пока ранее доступ реально и получается все классно так стилизовано то есть такая рисованная анимашка приятная и давно еда всегда была в этих серий игр нарисована прекрасно что жрать хотела здесь это осталось но при этом и вот вот эти вставочки все прикольные и получается в чем самая большая разница нас тут не заставляют обслуживать прям поток жестко прям спидранить этот фастфуд нам вот показывают становление этой девчонки у нее типа есть там оля такой скажем так мини-фуд-трак мини-мотоцикл-трак вот и типа к нам приходят роботы мы им типа заказ готовим и в чем разница геймплейная в предыдущем ну как у нас было типа появляется рецепт и ты должен там именно на кнопочки на носе на пк смотреть там грубо говоря каждый ингредиент был проименован на под букву подставлен то есть если томаты то на тэй вот вот такое перемежалось но тем не менее короче у тебя есть бургер ты должен положить булочку пожарить туда котлеточек положить лучок сырок вот это все вот так вот складывалось на кнопочки нажималась и в итоге ты отдавал жизни прям ну да мы как-то даже снасти стримили но никто ничего не понял все-таки тьо это короче не ценители а здесь по-другому здесь получается тебе не нужно запоминать порядок и прочее здесь у тебя появляется как бы такая полоска и там написано нажать вниз вверх или вправо или влево либо там просто задержать кнопочку либо появляется просто такой кружочек там написано любую кнопку нажми реально просто можешь нажать любую кнопку мини-игра да знаешь чем-то так напоминает как будто бы типа ритм игра но типа без ритма по факту там сейчас в процессе ты типа должен налить допустим майонеза на хот-дог это выглядит как у тебя на рандоме в этот раз кнопочку типа зажми влево недолго и потом любую кнопку в любую сторону то есть вверх вниз влево право не важно и вот вот таким паттерном она не получается приходит новый типа робот-доставщик у него вот ты в начале смены выбираешь какие будешь готовить блюда там пока каких-то там штук десять по моему сам себе шесть штук натыкиваешь и вот в процессе смены это все готовится и получается каждый раз рандомит направление этих стрелочек то есть там либо зажать либо две вместе либо еще чего-нибудь и при этом тебе чтобы прокачивать как бы типа уровне на этих уровнях тебе предлагают перки но как бы перки обычно мы подразумеваем что-то полезное да здесь немного с хитринкой есть бывает и полезно но кстати улучшает качество блюд я не знаю на чё это влияет в игре это пока не объяснили может быть когда мы готовим вот текущие типа ингредиент там вот когда мы уложим делаем вот эту последовательность кнопочек может быть лучше повышается типа там же клиенты как осталось они ждут и если долго долго готовить в итоге они злятся уходят и типа день вообще заканчиваются опять же предыдущих частях можно было зафокапить они обиделись но день не заканчивался просто типа у тебя ну не зачет а здесь я правда не доводил но обучение написали что типа день вообще закончится настолько нафокапил жестко и получается этими перками есть вот улучшения но у некоторых они могут как бы сам себе можешь жизнь короче себе испортить и усложнить себе геймплей один из таких хитрожопеньких получается там чаще появляется кнопка на которой написано нет то есть там допустим стрелочка вниз и написано нет ты должен нажать наоборот то есть любую любую кнопку но не эту и знаешь тоже двоякая в некоторых случаях это типа архи ну неудобно у тебя мозг начинает такой тупить но там есть кнопочка получается действие и следующая за ним идет типа повтори то что было в предыдущем и вот вот для такого когда написано не повторяй предыдущие это очень удобно это просто любую жмешь и типа кайф то есть очень такие крайности смесь вот этих не механик смесь такая прям гремучая но играется на самом деле прям ну прикольно и абсолютно по-другому нежели как было в предыдущих двух частях ну и главная заслуга и главное отличие в то не вот еще с первых трейлеров было видно нет на этом акцентировали это вот сюжетно-повествовательная часть то есть нас именно наконец-то есть конкретный персонаж и конкретно вот мы вместе с ней будем проходить путь потому что во второй части там был какая канва ты шеф сначала весь такой классный блатной потом просто по моему кто-то поджег целый этаж твоих ресторанов и ты такой но блин все пропало и ты как бы с дна начинаешь причем почему-то все внезапно забыли что ты крутой шеф и ты такой с дна поднимаешься опять на вершины работая типа вот в других ресторанах в этом отеле то есть там типа стоэтажный а-ля отель это типа с нижних фастфудов начинаешь по ресторанам возвращать себе квалификацию я не знаю славу вот это все в третьем я не помню в чем там загвоздка прям сюжетно там как раз таки они по-моему начали заигрывать больше с повествованием но там же с этим к такой пост апокалипсиса мы там ездим по остановочкам там же быстро сразу расфасовывая всем еду там опять же даже там уже было изменение в геймплее мы во второй части по факту люди приходили делали заказ мы им готовили и там что-то подготовительно типа то есть картошечку поджарили такое ну типа давали наш нагрузку а в третьей части уже поменяли мы пока едем до остановки где нужно будет раздать мы подготавливаем еду а потом ее типа сервируем то есть уже поменяли концепцию геймплея немножко вот в четвертый они поэтому видимо и решили не называть куксерф делишес 4 лишь обозвали его куксерф форевер уж она прям финт ушами сделали типа абсолютно другую концепцию придумали при этом музыка там автор по моему музыки тот же потому что очень узнается стиль эти мелодии таки прослеживается понятно визуальный арт тоже еда выглядит также прекрасно и вкусно поэтому я чуть-чуть поиграл там первые короче полчаса ты просто типа прошел смену тебе показывают катсценку сюжетную прошел смену там так труд друг за другом сейчас я дошел там открывается просто много локаций на сюжетных оценок пока типа все притормозили может быть их пока нету раннем доступе может нужно что-то еще сделать ну надо поиграть посидеть разные локации предлагают еда на вид там как-то пока не меняется вот ранний доступ видимо пока все что доступно короче мне понравилось прям здорово это круто вот целый выпуск короче на рассказывал про одну игры ну классно чё на самом деле ревью да фактически такой аудио ревью я просто очень много всего написал для дайджеста именно в тексте и практически ничего не оставил нам на голосовую часть но у меня тут вывалилась в гугл плей типа готова предзагрузка игры paper bright 4 и я такой что это за игра да откуда я вообще мог знать что это такое оказалось что это ужастик китайский причем я вообще не помнишь да на телефон я просто не помню чтобы я ставил предзагрузку по нему вообще-то в жизни где-то там далеко в голове не отложилось а ладно ты в пьяном угаре по уму на все тыкаешь типа предзагрузка надо не надо слушать да то есть ну на самом деле на проблема меня в пьяный угар ввести очень тяжело теми напитками которые я люблю вот дело другое что возможно в какой-то момент ты все пролистывал знаешь под интерес типа что-то такое было когда-то очень давно потому что есть релизы которые я жду давно то есть там всякие марвеловские шарики три в ряд ну то есть я не помню даже как они называются они просто полтора года не могут выйти уже я постоянно смотрю списки предзагрузок там или раннего доступа и они такие мы скоро выйдем я такой я вас видел уже где-то очень давно и много раз а вы все не вываливаетесь и не артуете кто-то уже за это время успел ханка и сделать по моему целиком и выпустите и хайпануть и уже денег заработать но не суть в общем запускает это paper bright 4 и офигеваю насколько в принципе качественно сделан китайский ужастик который косит японские ужастики потому что японские ужастики они с такой очень конкретной спецификой все любят там запихать какой-нибудь знаешь проклятие якобы там я не знаю проклятие там школьников проклятие короче привет white day да 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 проклятие людей которые там влюбились друг друга там проклятие там кто-то кого-то вызвал там в общем вот такая история все все популярные японские вот эти мифы истории да 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 тут та же тема в принципе проклятие якобы есть приглашение на свадьбу вот и типа ты рассылаешь его там я не знаю бывшим нынешним своим и появляется какой-то демон который вот тебя может сожрать ты там можешь умереть и пойдешь на какую-то свадьбу и обязательно нужно отправить приглашение если не отправишь тебя убьют вот и тип так передается все дело и знаешь это все выглядит как сумасшедший какой-то микс из вот звонка и на наши ноги им просто на адрес была такая игра я только именно японский вариант да то есть я думаю ты тоже слышал да да такое локализованное было формате пиратки или там кто короче кто кто как по-разному все с этим делом знакомились но там смешали игру в духе я не знаю какого-нибудь старого файнал фэнтези или драгон квеста первого какого-нибудь вот такой пиксельная jrpg-шка это одна часть игры якобы персонаж играет человек то есть какой-то играет вот эту игру и постепенно вот там подвергается то ли смерти то ли что там с ним происходит короче он должен умереть в итоге вот и одна часть игры ты ходишь значит играешь в эту рпг-шку а другая часть игры это какой-то сумасшедший вот японский хоррор и вот если убрать эту японскую рпг пиксельную в принципе получается что вот это paperbride 4 это вот именно вот вторая часть это все и на нашу но гейм такая вся криповая штука и сразу ты включаешь игру во-первых она сразу на китайском я такой господи все я бы раз так было да да началось это интуитивное изучение меню в поисках английского языка ты я конечно нашел такое думаю классно все играем отлично здорово нащупал я все-таки да фишка в том что она вывалилась даже не в google play а в топ-тапе который целиком китайский я так понимаю вот ну и топ-тапом стал пользоваться когда захотел пазел к с 3 установить diablo immortal и вот эту всю тему в общем штука прикольная но вот там бывают такие сюрпризы то есть ты что-то там увидел прикольненькое зашел посмотрела оно все на китайском поэтому я сильно не удивился но не рассчитанная на глобальный рынок в этом и местами фишка это да да только фишка еще топ-тапа такая что недавно появились консольные релизы там вообще то есть пишут про них установить их нельзя но про них пишут и там такой вообще конечно трэш начался там какая-то мешанина совершенно сумасшедший винегрет и поэтому тяжело разобрать где-то мобильный день мобильный там подписывают конечно но почему-то анонсы херачат всего подряд то есть там марио какого-нибудь такой что чего почему зачем я здесь и вообще не за этим ну и короче вот играю я в эту paper в ряде 4 она мне сразу предлагает подключить наушники чтоб не было страшно я наушники не подключал я не люблю когда не страшно вот но было в целом интересно то есть да то неплохой такой там визуальный стилек я не понял на чем разработчики хотят заработать потому что поиграл мало но там какой-то счетчик денег есть то есть наверное бывают ситуации катя убивают и может нужен должен возрождаться я просто не часто с такими играми сталкиваюсь чтобы какой-то такой формате визуальной новеллы хоррор на мобилках еще с какими-то там фри-то-плей элементами для меня в голове не укладывается абсолютно все нн поиграю еще недельку потому что дальше в следующем напишу вообще опыт опыт интересный опыт интересный конечно да то есть такое редко когда встретишь и увидишь так что пейбер 4 ребята тап-тап погнали надевайте наушники не нарушайте да лучше играйте на консолях конечно когда есть возможность потому что это такое вообще трешачок я правда я заметил по комментариям даже к обзору ханкая который был максимально там сумасшедший тоже в плане комментариев плане информации кто что там закидывал какие аргументы приводил просто у кого-то был такой классный коммент что я типа вырос у меня стало мало времени я стал больше играть в мобилке это стало таким спасением я тоже какой-то момент это почувствовал и поэтому к мобилкам стал относиться сильно проще потому что ну удобно просто местами атака душа все-таки тикотеет к трофеями трофеи хочется убивать играть хочется поэтому никуда не денешься вот так классно когда это сливается опять же спасибо таким ханкаем геншином по ханкаем еще нет но в перспективе но будем надеяться мы надеемся и ждем да лучше ждем конечно очень ждем ну собственно все да то есть остальное все это про наших с тобой гусей про гачи про сумасшедший отвратительный кровавый редфоум максимально скучный тоже написал там да да я играю ну блин ты точно играешь нет я играю то есть ну как играю или выживаешь нет я спидраню вот я то есть я хочу узнать что это конец такой приготовили к чему они вообще в целом нас готовили поди для чего все это было даха за да да почему геймплей нас через все эти унылости тащат в ту сторону поэтому пройду посмотрю напишу как то так хороший план да так что поэтому на этом моменте всем пока ты какой резкий бодрый ну что ж тогда всем напоминаю не забывайте заходить к нам на сайтик там разные материалы можете все еще забежать в ханка и оставить свое мнение в обзор а солидный заход к или там еще появилась там на самом деле появится еще много разных обзорчиков поэтому тоже заходите смотрите и новости конечно же тоже появляются регулярно также заходим в контакт в телеграмм следим подписываемся лайкосики коментосики но в общем как прошлый раз твич youtube тоже там всякое происходит гусь наверное уже удалился но может быть еще висит можете попробовать посмотреть повтор кому интересно там было смешно было крайне забавно ну и конечно же гвоздь программы и каждого выпуска это яндекс дзен тоже заходите смотрите пользуйтесь все всем хорошего настроения играть в хорошие игры не болейте всем пока пока пока